Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители! Сегодня интересная тема про правдивость и чистоту речи и как планеты влияют на это. Сегодня мы знаем, что многие СМИ выдают неправдивые новости, и мы даже и не знаем, где тут правда, где уже идет граница лжи. И очень трудные времена, потому что раньше был кодекс журналиста, они были обязаны писать новости так, как они есть. Но в последнее время что-то очень много с появлением социальных сетей, много неправдивых новостей. И очень-очень трудно узнать, что происходит в мире. Очень интересно спросить Индубалы, как она видит это и какое место правдивости речи занимает в жизни человека, в жизни социума. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, Сигита! Когда мы говорим о правде и лжи, я всегда вспоминаю историю в Шимат-Багаватам, которая описывает, как внук Арджуны, Махарадж Парикшит, путешествуя, увидел, как Шудра избивает быка. А бык стоит с тремя переломанными ногами, и Шудра пытается перебить четвертую ногу. Арджу Парикшит, увидев это, остановил Шудру, остановил это безбожие и воскликнул, что ты делаешь, обратился к быку и узнал в быке олицетворение Дхармы. А в этом Шудре знал Лямана Кали в эпохе раздоров. И Махарадж Парикшит так обратился к быку, он сказал, что в Сатья-югу, в эпоху правдивости и истинной, ты прочно стоял на четырех ногах, благодаря четырем принципам – аскетизму, чистоте, милосердию и правдивостью. Но теперь, Кали-югу, твои три ноги перебиты из-за неимоверно распространившегося безбожия, проявляющегося как гордыня, страсть к женщинам и опьянение. И сейчас ты, сказал Махарадж Парикшит, обращаясь к быку Дхарме, стоишь на одной ноге, которая олицетворяет правдивость. И это единственная опора Дхармы в наше время. Но олицетворение раздоров, Кали, процветающий благодаря обману, пытается перебить и эту ногу. Поэтому правдивость – это, пожалуй, единственная опора в Кали-югу, где еще возможно существование Дхармы. Поэтому, безусловно, для каждого из нас очень важно помнить об этом, помнить о том, что правдивость – это наш внутренний стержень. И, следуя правдивости, заботясь о чистоте, красоте речи, мы еще можем воспринять Дхарму. Если же мы начинаем обманывать в своей жизни, то дальше, помните, как в той поговорке, «Коготок у птички увяз, всей птице пропасть». То есть, если мы начинаем обманывать, то мы теряем последнюю опору в Дхарме. И мы уже склонны за обманом совершать адхармичные поступки, то есть, безбожные поступки или неправедные поступки, результатом которых все равно будут неизбежны страдания. Поэтому так важно помнить о правдивости. И, скажем так, родная сестра правдивости – это чистая речь. Чистота речи также очень важна. Я бы даже сказала, что чистота речи – это чистота сознания. И если наша речь нечиста, то мы не можем воспринять Дхарму так же. А Дхарма – это и духовное знание. Поэтому мы не можем правильно воспринять высшее духовное знание, если наша речь неграмотна, если мы не следим за чистотой своей речи. Это очень тонкие вещи, но на самом деле это глубоко эзотерические, скрытые вещи, которые и составляют основу нашей жизни. Скажите, пожалуйста, как правдивую речь или речь, чистую речь, как мы можем увидеть в гороскопе человека? Потому что мы знаем, как недостойные слова или сленг, что притягивает невежество и темные силы. Даже быть с таким человеком, который постоянно матерится, даже неприятно быть возле. Вот как увидеть в гороскопе, какой дом отвечает и как можно, может, скорректировать? Да, действительно, когда мы общаемся с людьми, которые, скажем, используют нецензурную речь, то наше сознание тоже засоряется. Поэтому мы уже не можем воспринять правду или истину, такой, какая она есть. И наша правда превращается в местечковую относительную правду. То есть то, что, по сути дела, является правдой для одного или искажением правды. Ведь есть абсолютная правда, есть истина, а есть то, что, скажем, кто-то считает для себя так, как ему выгодно, правдой. И, конечно, очень важно окружение человека, важно, с кем мы общаемся. Так, что же такое наша речь, что же такое правдивость? Конечно, это наш второй дом в гороскопе. Мы знаем, что именно второй дом – дом речи. Но второй дом называется Тханабхава. И это дом богатства. Богатства не только материального, но наша чистая речь – это наше богатство. Наша правдивость – это не пораженный второй дом, это хороший второй дом, который также проявляется не только в правдивости, но и в хорошем материальном благополучии, семейных ценностях. И, по сути дела, второй дом – это ресурс человека. Это то, что является основой его существования. Потом мы и говорили о том, что правдивость – это основа существования человека в Кали-Югу. Поэтому настолько она важна. Люди не понимают об этой тонкой связи. и замусоривают свою речь. Сейчас очень много заимствований, но заимствования существовали всегда, потому что есть межэтнические отношения, кросскультурные отношения и так далее. Сейчас в эпоху глобализации, естественно, речь заимствуется, слова заимствуются. И это нормальный процесс, социальный процесс развития общества. Однако, когда мы употребляем слова, которые и не, скажем, и не русские, и не английские, вот это уже является искажением восприятия. И это уже загрязняет наше собственное восприятие, загрязняет нашу собственную речь. Например, часто читая какую-то джиотеш-литературу или тексты в интернете, я вижу слова, которые являются просто калькой с английского. Такие как, например, «малефик» или «бенефик». Это не термины астрологические. Если мы хотим говорить, если мы хотим правильно воспринимать джиотеш, то мы должны и воспринимать ее соответствующим образом. Джиотеш есть термины, например, «папа-граха» или «шубха-граха», которые означают неблагоприятную или злонесущую планету и благонесущую планету или добрую планету. А такие слова как «малефик», «бенефик» это слова просто калька с английского. «Малефик пленет», «бенефик пленет» и так далее. Таким образом, вот это не термин, и это даже, ну как, это не термин астрологический, это не английский, не русский. Таким образом, мы говорим слово и мы утрачиваем его истинный смысл. Точно так же, скажем, как неправильно называемые какие-то другие моменты, связанные с астрологией, например, там, живые показатели. Ну, вот ко мне иногда обращаются, какие живые показатели этого дома? У меня, как у редактора, просто волосы встают. На голове бегают, потому что какие показатели? Они что, бегают? Мне хочется спросить. Какие живые? Почему они живые? Они что, бегают? Ведь в русском языке, русский язык могучий и богатый русский язык. В русском языке есть прекрасные слова. У нас в школе этому учили, что есть предметы одушевлённые и неодушевлённые. Таким образом, и дом имеет показатели одушевлённые и неодушевлённые показатели. Почему мы говорим живые и неживые, а что остальные неживые, это что, мёртвые показатели? Понятно. То есть, вот таким образом, искажённо, воспринимая суть, от нас ускользает суть, нам кажется, что это упрощает нашу речь. На самом деле, это упрощает и примитизирует наше сознание и наше восприятие. И ведь чем более сложен человек, чем более он развит духовно и материально, тем богаче его речь. У Элочки-людоедки было всего 30 слов в её лексиконе. И она прекрасно жила. Правда? Но могла ли она воспринять высшее духовное знание? Таким образом. Она, конечно, могла сказать Богу, парниша, ха, да? Ну что, было ли это молитвой? Поэтому, безусловно, скудость речи — это скудость сознания. И мы должны радовать за чистоту речи. Это очень важно в правильном восприятии, в правильном восприятии истины. И если мы искажаем свою речь, это очень тонким образом сказывается и на восприятии правды. То есть для нас уже становится легче обманывать, легче, скажем, искажать какие-то понятия, потому что мы их уже искажём, но воспринимаем. И для нас это и становится новым. И я тоже, я когда столкнулась с переводами, я знаю, что русский язык богаче, чем английский. И мне было очень-очень странно читать переводы, что вот прямо-таки берётся английский термин и он вставляется в перевод. Без работы с этим термином, потому что уже вы ввели некоторые, как вот одна из первых редакторов книг, и выпустили много астрологических книг, вы были у источника формирования астрологической речи терминов. И вот когда переводятся эти термины без... Вот так вот, небрежно. Это, да, это утрачивается смысл, потому что идёт двойной перевод. Перевод с... Не очень качественный перевод с санскрита на английский и потом переводится на русский без соотношения с первоисточником. Да, конечно. Вспоминается, как в советское время относились к книгопечатанию, к книгоизданию. Фильм «Зеркало» очень хорошо иллюстрирует этот фильм. Да, именно. Потому что слово «написанное» — это очень весомое слово, и это сила. И, конечно, мы видим, что второй дом — тханабхава — это богатство. Поэтому как мы относимся к нашему языку, к нашей речи, так мы и богаты, но богаты не только материально, но и духовно богаты и, скажем, культурно богаты. Поэтому чем более развит этнос или народ, тем сложнее его язык, и тем он более многогранен. И поэтому мы должны дорожить своим языком. Именно язык определяет наше внутреннее богатство, то, что является нашей тханой или богатством, или ресурсом. И если речь человека слаба или скудна, то это говорит о его внутренней слабости. Это говорит о том, что такой человек не имеет внутреннего стержня в виде правдивости. И это не обязательно, что он будет лжецом, но он не будет считать это чем-то недопустимым уже, потому что будет его восприятие меняться, восприятие знания, восприятие дхармы. И высшего знания. Также можно говорить и о богине Сарасвати, которая персонифицируется с богиней речи, с богиней вач. И богиня Сарасвати — это богиня учености, богиня знания. Поэтому если речь неграмотная, то богиня Сарасвати Сарасвати не даёт свои благословения на обретение духовного знания, высшего знания. И тем самым мы сами себя обкрадываем, мы сами себя обманываем, когда начинаем лгать, мы сами себя обкрадываем, когда начинаем упрощать свою речь, мы сами себя обделяем, когда стремимся к... Ну, так, чтобы всё было просто, заменить всё словом. Например, сейчас люди пишут очень неграмотно. Зачем писать слово «сейчас», когда можно написать «щас»? Три буквы, всего. Очень просто. Это в соцсетях сейчас, да, вот такая переписка, потому что, ну, чем быстрее, тем лучше. Но всё это ведёт к примитивности сознания, к примитивности речи, к примитивности самого человека. И, безусловно, с человеком, у которого речь скудная, управлять проще. Поэтому, если говорить о таких глобальных процессах, то, чем сложнее речь у человека, чем она, скажем, чище, тем более человек свободен. А чем она примитивнее, то человек более не свободен. И вот этот парадокс нам кажется, ну, это же проще. Проще солгать, проще... обойтись тридцатью словами, как Эллочка-Людоедка, да. Вот, но это приводит к тому, что мы сами становимся заложниками собственной примитивности и теряем свою свободу, утрачиваем её. Да. И напоследок хотелось бы спросить, вы ответили в беседе, как правдивость влияет на судьбу человека. Это же тоже, если второй дом, так это тоже дом и мароки, и мы сами со своей нечистой речью себе копаем яму. В интернете, в Ютубе и в других сетях мы видим, что там сидят ни Шекспиры, и речь, которая исходит. Она меня, например, ужасает своей, не то что простотой, в хорошем понимании, но примитивностью. Совершенно верно. И очень обидно, что читают не Шекспиров, а читают именно вот это. Да, именно, вот это. Так, спасибо большое за беседу, за интересные и нужные акценты о том, что такое правдивость и как правдивая речь влияет на нас и на нашу судьбу. Спасибо огромное. И до следующей встречи с вами. Было очень приятно. Счастливой недели. До свидания. Всего доброго. До свидания.